Сейчас мы расскажем, как своими руками собрать генератор сверхвысокого напряжения на телевизионных умножителях УН-927. Но помни, если захочешь собирать такую схему, то советую тщательно ознакомиться с правилами техники безопасности, поскольку разряд от умножителя может быть смертельным. Основой этого генератора будет строчный трансформатор из старого телевизора, но его питать надо токами высокой частоты, а их мы возьмем из электронного трансформатора для галогеновых ламп. Он преобразовывает частоту сети из 50 Гц в 30 кГц. Это необходимо для нормальной работы ТВС. Снимаем лишние обмотки, так чтобы осталась только одна высоковольтная. На свободное место наматываем ровно 7 витков провода и подключаем их к электронному трансформатору. На ТВС образуется напряжение в 7000 вольт, но нам этого мало. Для дальнейшего увеличения напряжения будем использовать умножители. На выходе умножителя мы получаем 35000 вольт. А теперь самое интересное. Я соединяю в одну схему несколько десятков умножителей, но это не так-то просто. В этих умножителях требуется найти секретную точку А, ведь только через нее их можно соединить между собой. Сверлить нужно строго в этом месте, но очень осторожно, чтобы не повредить провод и внутренний конденсатор. Затем соединяем умножители по схеме. Для начала я соединил 11 штук. Проведем первый запуск. От кровати током бьет. Это пробивает с кровати на провод. Результат очень впечатлил. Молния в длину достигала аж 27 сантиметров. Это примерно 270 тысяч вольт. Ого! Что творится? Я не понимаю. Интересно, что произойдет с Нокиа от такого напряжения? Ну, Нокиа хоть бы шо. Живучий аппаратик. Яблоко завяло после таких разрядов. Сделалось как вареное. А Нокиа работает. Напряжение оказалось настолько большим, что они светились в темноте, дули ионным ветром и пробивали между собой. Поэтому мы решили погрузить их в масло. А что происходит? Ионный насос по перекачке масла. Максимум. Высокое напряжение странным образом воздействовало на масло, вызывая сильное течение. Но главное, что масло хорошо изолировало умножители и они не пробивали друг на друга. 20 мощных телевизионных умножителей УН-927, спаянных между собой. По нашим расчетам они вырабатывают более 500 тысяч вольт постоянного тока. Чтобы получить мегавольтную разницу потенциалов, мы собрали отрицательное полуплечо. Смотри, какая красивая и ветвистая получается молния. Здесь около миллиона вольт. Интересно, а как Нокиа поведет себя с таким напряжением? О, у меня сразу батарейка начинает светиться. О, прямое попадание. А он, наверное, закончился. Прикинь, работает. Он не горит. Не знаю, может защита какая-то супер-Нокиевская. Может там просто типа по корпусу все проходит. Интересно, что во время звонка разряды происходят чаще. Это косвенно доказывает, что телефоны приманивают молнии. И все молнии идут из телефона в яблоко, а не наоборот. Это хорошо видно по разветвлениям на стоп-кадре. В следующем видео мы покажем эксперименты со сверхвысоким напряжением. А еще покажем, что будет, если пропустить его через человека. А, ой-ой-ой! А, пошел процесс! Ух, класс! Батряк. Кулаком. О, вообще не было, не было. Давай еще. Было еще раз. Результаты оказались очень впечатляющими. Не то, что там какой-то сливки шоу. А через что ты хотел бы пропустить миллион вольт? Пиши в комментариях, и мы сделаем это. Пиши в комментариях, и мы сделаем это.